Минувший сезон сложился для Астаны чуть лучше, чем прошлогодний, однако побед в мировом турне практически не было. Первый успех пришел в феврале, когда Симоне Веласко выиграл третий этап в Уэльте-Валенсии. Затем свое слово сказал лидер команды Алексей Луценко. Сначала он забрал четвертый этап, а потом всю многодневку Джиро Ди Сицилия. Джиро Ди Италия складывалась неудачно, вплоть до заключительного этапа, где оправдал ожидания Марк Кавендиш, выиграв престижный этап. Причем данная победа стала первой за три года на гранд-турах. Триумфально завершился чемпионат Азии в Таиланде для отечественных гонщиков. Мужчины и Андеры показали стопроцентный результат, выиграв все гонки. Евгений Федоров забрал разделку, а Глеб Брусенский первенствовал в групповой. Алексей Луценко первенствовал на национальном чемпионате Казахстана, причем как в разделке, так и в групповой гонке. В это же время в блестящем стиле чемпионом Италии в групповой гонке стал Симоне Веласко. Луценко вообще стал самым побеждающим гонщиком команды. Он выиграл испанскую многодневку «Мемориал братьев Ачоа». Победой на втором этапе на арктической гонке Норвегии отметился Микеле Гацоли, который вернулся в команду после отстранения из-за допинга. Шестой успех в сезоне Алексея Луценко случился на «Мемориале Марко Пантани». Азиатские игры в Китае показали наши незыблемые лидерские позиции в регионе. Алексей Луценко третьи игры подряд, нет равных разделке, а в групповой гонке он любезно позволил выиграть Евгению Федорову, себе забрав серебро. Под конец сезона порадовал Глеб Сырица, который на туре Лангкави сначала выиграл второй этап и финальный восьмой. Приятный сюрприз на туре Кюсю преподнес Андрей Зейц. Ветеран сначала впервые за семь лет одержал победу на втором этапе, а позже забрал многодневку, первую в своей карьере. На мажорной ноте завершил сезон Алексей Луценко. Сначала он выиграл королевский этап на туре Турции, а затем сумел сохранить добытое преимущество до конца гонки. В общей сложности, учитывая успехи за молодежную команду и национальную сборную, гонщики Астаны одержали 25 побед в сезоне, а также добыли 11 призовых мест. Алексей Луценко и Казахстан в целом завершили год на первой позиции в азиатском туре. А какая победа запомнилась вам? Пишите в комментариях и следите за новостями на сайте prosports.kz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова